Всем привет! Добро пожаловать на мой урок магии. И в этом видео я вам покажу, как сделать такой эффект. В первую очередь для этого понадобится меч. Ссылку на этот меч я оставлю в описании. Вы также можете использовать любой другой. После этого импортируйте меч в Substance Painter. И вам еще нужно перейти на сайт Substance Share и скачать любой материал лавы. В моем случае я использую именно вот этот. После этого материал просто накидываете на саму модель. Как видите, Emission не отображается, потому что я тут использую стандартные стройки Unity импорта текстур в Unity 5, точнее экспорта. И тут не отображается канал Emission. Его можно включить с помощью вкладки Texture Set Settings. Вот так просто. Но как видите, лава ложится на меч криво, поэтому вместо UV Projection можно использовать RRR Projection. И тут уже крутить текстуру и перемещать ее. После того, как вы вот это все сделали, накинули текстуры, просто экспортируйте их в Unity. И уже в Unity открываете. После импорта текстур в Unity и помещения их в материал, вы можете заметить, что лава будет такой вот красной. Но это легко исправляется с помощью Photoshop. Достаточно открыть текстуру Emission в Photoshop и изменить цветовой тон. Вот примерно вот так сделать цвет немного желтее. И теперь Emission выглядит нормально. Не как лава, а как огонь. Кстати, на сцене я использую Post Processing. И сейчас я покажу, как добавить его на сцену. Прежде всего, Post Processing нужно скачать через Package Manager в самой Unity. Его можно скачать как отдельно в поздних версиях, так и в ранних, вместе с HD или LightRare Render Pipeline. Сначала нужно создать какой-то пустой объект и добавить на него компонент Post Processing Volume. И в Volume выбрать Post Processing Profile. Профиль создается в проводнике. Нужно просто нажать правую кнопку мыши и создать Create Post Processing Profile. В профиле я выбрал настройки Bloom и Color Gradient. Вот так они выбираются. И тут обязательно нужно выставить галочку из Global. Обязательно. И выбрать Layer Post Processing. Потом нужно перейти на камеру и для камеры добавить компонент Post Processing Layer. Тут выбрать Layer, который мы выбрали для Post Processing Volume. и нажать кнопочку Select All Layer Volumes. Вот, оно выбрало. То есть оно может выбрать ее автоматически. Когда вы тут выбираете стой. Можно выключить галочку Execute Skybox. И можно еще добавить Anti-Aliasing, чтобы сглаживались углы. Вот, допустим, Fast Anti-Aliasing. В принципе, все. Кстати, вы можете использовать различные настройки Bloom. То есть я использую вот настройки Filmic. Но можно еще выставить низкие настройки Color Gradient, допустим. Вот, Love the Finish Range. И так они будут принимать... То есть Bloom будет принимать цвет частиц. То есть вот Bloom белый, Bloom, который реагирует на цвет Emission. Вот как-то так. То есть можете вот скопировать мои настройки. Поставить на паузу и скопировать. Теперь нужно добавить текстуру кратера. И вы меня просили показывать, как рисовать каждую текстуру. Поэтому вот, показываю. Это делается с помощью чередований разных кистей. Но сейчас я покажу, как это сделать по-быстрому. То есть я обычно использую не одну кисть. Но в этом случае я буду использовать именно одну. Вот как-то так. Желательно, чтобы это вылетело не как у меня вот сейчас, а как круг. Потом нужно выбрать какую-то другую кисть. И вот так, чередованием кистей, создавать текстуру кратера. Вот что-то такое получилось. После этого вам нужно найти какую-то текстуру без авторских прав. Или купить какую-то текстуру Ground Cracks в интернете. И загрузить это в Photoshop. Потом выбрать вот это, что нарисовали рисунок. И скопировать это все с вашей текстуры. И выйдет что-то подобное. Но я еще поэкспериментировал с картой градиента и цветовым тоном. То есть в конце у меня вышла вот такая вот текстура. Ну, не совсем такая. Тут она сейчас кривая. Но я думаю, вы сделаете себе ровно. И вот такая текстура у меня вышла. После этого нужно добавить систему частиц. Назову ее Ground Crack. Скорость нужно выставить на 0, потому что она не нужна поднять чуть верше. Потому что эта текстура будет на земле. Выключить Shape. В Ammission выставить всего одну частицу. И увеличить время жизни, допустим, до 50 секунд. И размер сделаю где-то 3,5. Так, вот моя текстура. Для этой текстуры подойдет какой-то Mobile Particle Alpha Blended Material. Кстати, вот видите, она отдаляется, когда я приближаюсь к камерой. Потому что Max Size выставил вот такой маленький 0,5. Тут нужно выставить какой-то огромный размер. Допустим, 32. Все, теперь текстура не отдаляется. Render Alignment нужно выставить не ве, а local. И повернуть эту текстуру на 90 градусов. Этот кратер. 90. Вот. Еще я изменю, сделаю свет темнее. Вот такой вот кратер вышел. Теперь нужно добавить кратер, который будет излучать свечение. Для этого я использую вот такую текстуру. Но я вам не покажу, как ее нарисовать, потому что я на это потратил несколько часов. То есть я вот это все рисовал вручную. Для этого достаточно скопировать первый кратер и заменить текстуру. Я ставлю ей какой-то другой цвет. Кстати, первый кратер, как и второй, нужно переместить на задний план. То есть если этого не делать, может быть проблема с сортировкой. Поэтому нужно всегда выставлять слои сортировки. Вот так вот. Следующее, что нужно добавить, это какое-то свечение отмечать. Для этого я просто скопирую первый кратер и подниму на 0,3 гнице вверх. Тут нужно, кстати, выставить Render Alignment не View, а Facing. Потому что Facing Alignment работает, как будто это какой-то 3D объект. Кстати, Start Rotation 3D нужно отключить, она не нужна. И в материале нужно выбрать вот такую вот частицу. Это Additive Material с обычной стандартной частицей. Кстати, еще нужно подвинуть через пивот ее на передний план. Допустим, минус 0,1, 0,15. Вот как-то так. И сделать ее прозрачнее. Кстати, размер нужно выставить вот по размеру кратера. Вот так будет нормально. И получилось вот такое красивое свечение. Можно еще добавить какой-то источник света. Думаю, это не помешает. Выставлю ее на уровень вот этого середины меча. И цвет нужно выставить какой-то оранжевый. Вот, допустим, вот так. Кстати, интенсивность уменьшить, потому что мне кажется, что она сильно огромная. Вот так. Еще нужно добавить эффект, как будто огонь исходит из кончика меча. Для этого я буду использовать вот такую вот модель. С квадратной UV разъерткой. Для этой части нужно также скопировать компонент кратера. И изменить Render Mode с Billboard на Mesh. И выбрать сам Mesh. Render Alignment. Alignment, вот, нужно оставить Local. Sorting Fug. Изменить на значение поменьше. Вот. Теперь эта часть эффекта будет на переднем плане. И Start Rotation. Нужно действовать исходя из вашей модели. И выберу сам материал. В материале я буду использовать вот такую вот текстуру градиента. Кстати, сам материал сделан следующим шейдером. То есть, есть вот у меня главная текстура, которую я выбрал. Она перемножается с текстурой шума. Но, кстати, в этом случае текстура шума абсолютно не нужна. И вот эти все настройки также не нужны. Примножаю с цветом Color и Vertex Color. Этот нод нужен для проявления цветом системы частиц. Кстати, вот эта часть также не нужна, так что можете не обращать на нее внимания. После этого я выбираю текстуру Flow. То есть, и получился вот такой эффект. Вот текстура движется. То есть, это текстура для искажения. То есть, изменяя вот это значение, можно искажать градиент. Кстати, тут подойдет любая текстура шума. То есть, тут вы можете поэкспонентировать с вашими текстурами. Я думаю, у каждого рефикс-артиста есть в запасе много вот таких подобных текстур. Кстати, тайнат, я выставил 3 единицы. Сейчас быстренько расскажу, как это работает. То есть, есть вот текстура Flow, которая движется через спаннер. Вот эти значения я выставляю с помощью вектора 4. Вот они. И добавляю это все, то есть, через нод с абстракта, в главную текстуру. Ну, то есть, тут можно вот это объединить просто с UV. Вот. Вот так. И выйдет точно такой же эффект. Кстати, еще я вот эту текстуру Flow приумножаю с маской, чтобы вот края бели чисто такие плавно. То есть, вот этот эффект чисто плавно уходил в прозрачность. Вот так. Теперь, когда на земле сихонь, нужно добавить что-то вроде искажения, как будто жар исходит из земли. Для этого я создам новую систему частиц и переную ее на Distortion. В укладке Shape нужно изменить Rotation. Кстати, ее можно изменить также в укладке Transform. И Vestal, вот тут угол. Пусть будет 0.15 и Radius 0.4. Emission пусть будет 30 частиц. И Lifetime нужно выставить чуть поменьше. Ничуть где-то, вот одна единица, думаю, будет нормально. И скорость выставить такую, чтобы они вот как раз были на уровне меча. Вот эти частицы. И Start Retention нужно выставить от 0 до 306 градусов. Если текстура разметия у вас не чисто круглая, а какая-то текстура шума. И я вот выберу сейчас Distortion Material. Я не буду сейчас показывать, как сделать Distortion Material, потому что я показывал и предыдущих видео, и таких уроков по Distortion Material полно на YouTube. Вот, кстати, выставлю для плавности появления и исчезновения Color Over Lifetime, вот такую кривую для него. Вот теперь нормально, то есть вот как будто жарь исходит из зимы, и теперь эффект такой выглядит. Теперь самое главное, нужно добавить огонь и искры. Для огня я использую вот такую текстуру, которую я просимулировал в 3D Max с помощью FumeFX. Но вы также можете использовать бесплатный Blender или Haoudini. Кстати, настройки для огня у меня следующие. Вот такие. То есть вы можете поставить на паузу, и выставить точно такие же настройки. Но симуляция у вас выйдет, я думаю, другая, потому что тут куча вещей, которые влияют на саму симуляцию. Те же самые шумы и другие настройки. Для текстуры огня я использую Additive Shader. В первую очередь добавлю огонь снизу. Для этого я вот создаю новую систему частиц. Сразу поверну ее на 90 градусов. И, наверное, еще уменьшу радиус. Вот так. Так, выберу текстуру. Так как текстура имеет 8 на 8 кадров, то же самое нужно выставить в вкладке TXTURE SHEET ANIMATION. 8 на 8. И отключу ей скорость. Мне сейчас кажется, что текстура маловато, поэтому изменю ее размер. Выставлю от одной единицы до двух. И также изменю начальный цвет. Сейчас подвину, чтобы лучше было видно. Вот как-то так. Так как текстура 8 на 8 кадров, ей достаточно будет время жизни от одной до... Пусть будет до одной из шести единиц. То есть, если бы текстура имела меньшее количество кадров, время жизни нужно было делать меньше. Кстати, вот вы видите текстуры. То есть, частицы появляются с одним и тем же самым углом поворота. Поэтому тут нужно выставить случайный угол поворота от 0 до 306 градусов. И так как эти частицы появляются хаотично, то есть неплавно, нужно как-то сделать их в начале и в конце жизни прозрачными. Теперь они плавно появляются и исчезают, эти частицы огня. И сделаю так еще, чтобы они немножко летели вверх. Это можно сделать с помощью Force of Lifetime. Выставлю две единицы и Space World. Теперь они немножко летят вверх за время жизни. Вот такой красивый огонь получился. Теперь нужно еще добавить огонь для меча. Для этого я еще раз скопирую вот этот компонент огня. И во вкладке Shape вместо Con я выставлю... Нужно выставить вот Mesh Render. И выберу Mesh вот этот меч. Вот. Тип нужно изменить с Vertex на Edge, чтобы они появлялись не только на Vertex, а на всех углах меча. Кстати, поворот нужно убрать. Вот теперь нормально. Мне кажется, что размер великоват огня для меча, поэтому изменю его. Вот. Два раза меньше сделаю. Вот как-то так. И количество частиц, думаю, вот 20 будет нормально. Да, в принципе, нормально. И осталось добавить искры. Для искры я создам новую систему частиц. Так. Скорость пусть будет от 1 до 2 единиц. Время жизни от... То есть не время жизни. Размер вот такой, пусть будет маленький. И вместо Billboard частиц выставлю Stretched Billboard. И тут нужно выставить какой-то, выбрать какой-то аддитив в материалы частицы. В моем случае это будет вот такая вот частица. Кстати, изменю сразу цвет. Он будет пусть... Вот такой не красный, а оранжевый. Во вкладке Shape вместо кон нужно выставить также Mesh Render, как и для огня. Вот эти все галочки, они вообще не нужны. Их можно просто отключить. И сюда добавить Mesh Меча. Так. Тут также нужно выставить тип Edge, чтобы частицы появлялись, вот эти искры, на всей площади Меча. Lifetime сильно огромный, время жизни, поэтому выставлю где-то от 0.5 до 1.1 единицы. Emission можно выставить вообще огромное количество, потому что частицы маленькие и занимают маленькую площадь прозрачности. И плавное исчезновение и появление вот этим частицам лучше всего вот таким маленьким делать не с помощью Color of Lactime, а с помощью Size of Lactime. То есть достаточно сделать вот такую кривую. И поставлю лимит скорости, вот, чтобы они под конец немного тормозили, то есть частицы со скоростью 2. Так, мне кажется, что будет лучше, если они будут лететь этим немного вниз, поэтому Force of Lactime я выставлю в минус 1. Space World. Вот, теперь они немного летят вниз. И для разнообразия, чтобы они как-то летели вокруг Меча хаотично, то есть под искажением вот этого огня, нужно еще добавить им шум. Качество Hide сильно влияет, то есть сильно нагружает, вообще любые системы частиц, у которых используется шум, они сильно нагружают игру. Поэтому я вот выставлю качество Medium хотя бы. Strange пусть будет 0.5. И Scroll Speed пусть будет вот какое-то минимальное значение чисто, чтобы за время жизни они как-то случайно меняли свое положение. Теперь эффект полностью закончен, его, как обычно, я загружу на свою страницу Patreon. Кстати, без постпроцессинга это выглядит вот так. Да, ужасно, поэтому используйте постпроцессинг, особенно Bloom. Подписывайтесь на мой канал, потому что будут выходить еще более годные туториалы. Ну, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok